Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейтс начинает свою программу. Сегодня у нас пятница, 9 сентября. В эфире, как всегда в это время, в 8.30 утра в городе Чикаго, в 6.30 утра еще в Калифорнии, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, 9.30 на территории Восточного побережья, Нью-Йорк, Вашингтон, ну а в Москве 16.30. И у нас на связи парапсихолог, экстрасенс, медиум, Елена Порецкая. И сегодня у нас будет очень интересная программа. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Майкл. Привет, Чикаго. Да, спасибо. Ну, надо сказать о том, что если у вас, дорогие друзья, есть или будут вопросы, программа у нас записывается, выставляется потом в YouTube, Facebook, то это тройное wsungatesradio.com, sungatesradio.com. Это наш скайп, sungates108, ну и телефон тоже лает 847-226-9956, код страны единица. Прежде чем мы начнем программу, я хотел бы сказать, что дата сегодня достаточно интересная. Вот сейчас потом я скажу, попросим потом Елену прокомментировать. Ну, во-первых, 9 сентября 2016 года, это три девятки. Если мы просуммируем год 2, 0, 1, 6, это будет 9, 9, 9, 9. В сумме это 36, то есть, точнее, 3 на 9, 27, что будет еще девятка одна. Итого это квадруппал или 4 девятки. Девятки отвечают, это планета Марс, но это также и еще и достаточно серьезная по нумерологии, так скажем, возможности тех людей или этого дня, энергии дня, ввести за собой огромные массы людей. И это то, что сегодня будет называться благотворительность. То есть, человек может вести за собой армию людей для того, чтобы победить, завоевать. А человек может вести за собой людей, которые могут помочь другим людям, ну, с теми, скажем, вопросами, проблемами, которые у них существуют. Ну, сегодня, в этот день, как раз-таки, мы беседуем с Еленой Порецкой, и мы будем надеяться о том, что та информация, которую мы сегодня дадим в эфир, она будет полезна многим людям. Ну, и мы давайте все-таки начнем. Лена, как вы чувствуете энергию этого дня? Есть что-то в этом или нет? Такое положительное. У нас, например, в России солнце вдруг вышло, то было дождливо очень. И сейчас такой он насыщенный этот день именно по закладке. То есть, что ты заложил до этого дня, соответственно, плюсовое, оно даст развитие в том или ином направлении, смотря кто что заложил, да? Ну, так же точно и минусовое. Если люди делали минусовые какие-то вещи, то есть, проблем, соответственно, у них может быть минусовой результат. То есть, смотря... То есть, он нейтральный, по сути, по своей, но он сильный. То есть, все зависит от тех людей, кто что несет сам по себе по жизни. Отсюда будет выстраиваться так или иначе жизнь человека дальше. По сути, день достаточно судьбонадный. Понятно. Хорошо. Ну, значит, нумерология попала. И день у нас соответствует. Ну, тогда давайте приступим к нашей программе. Мы в прошлый раз говорили о том, что существует интересный парадокс. Скажем, актеры, которые играют то ли в кино, то ли в театрах, им надо... Являются персонажами каких-то характерных ролей или каких-то произведений, написанные авторами. Они на себя одевают маску тех персонажей. И они, бывает, настолько вживаются в роль, что потом происходят какие-то очень такие странные вещи. Вплоть до того, что люди погибают. Какие-то вот череда каких-то, мы говорили, и аварий, которые происходят. Каких-то нелепых смертей. И мы приводили даже несколько примеров. Мы говорили о Юрии Лонго. Известным тоже в то время людей-парапсихологов и экстрасенсов, которые сам исцелял, но вот почему-то не мог уберечься сам. Мы говорили о Александре Абдулов, который играл конкретную роль. Он играл Коровьева, правильно? В романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Да, Коровьева. А другие персонажи, которые играли эти же роли, они тоже какие-то несчастья происходили. Давайте мы продолжим эту тему. Мы не говорили о Гоголе, который, как мы знаем, написал, тоже очень какие-то мистические вещи писал. И интересно, что он похоронен почему-то голова, без головы. И каким-то образом, ну вот в битве экстрасенсов, кстати, это показывает, когда привели на могилу Гоголя. То есть кто-то из экстрасенсов, они разобрались, кто там лежит. Но почему без головы никто это до сих пор точно сказать не может. То есть есть какие-то догадки. Вот как вы считаете, что тут происходит? Относительно Булгакова или... Относительно Булгакова, относительно тех людей, которые сами вот вживаются в эти роли. Давайте вот первое вот об этом. Если насчет ролей, да, то есть вообще как бы артист, да, человек, который имеет определенную судьбу многих своих персонажей. И все зависит от его стыковки с той или иной ролью. В основе своей, если вы посмотрите очень многих артистов, у них все роли кармические, судьбоносные. Та или иная роль ведет, опять же, к развитию или к упадку, да. Вот. И тут очень тонкая грань, как артист себя ощущает. То есть если человек распальцованное состояние, и он чувствует себя Господом Богом, да, после того, что он стал типа известным, то, конечно, любая роль, более-менее пограничная, да, типа как роли в Мастере Маргарите, она может дать ему большой минус, да. Опять же, тут зависит от того, насколько сам человек, ну, мы говорим сейчас об Александре Абдулове, как сам человек, допустим, готов к тому или иному переходу в мир иной, или, допустим, он готов остаться здесь. То есть в данном случае вот эта роль Булгакова для Абдулова Александра, она сыграла фатальную роль. То есть он как бы сыграл самого себя. И там прослеживаются даже фразы. Он играл Коровьева, и все его фразы, вся его игра, он очень вжился в эту роль, он очень шикарно сыграл вообще. Просто я, например, даже мастер Маргариты без Абдулова не представляю. То есть, и, соответственно, вот он как бы перенес вот эту судьбу того рыцаря, которым Королевев и был, по сути, да, когда они уже уходили вот на конях, ну, скакали там как бы куда-то, и, соответственно, была фраза такая, что рыцарь должен уйти. То есть вот эта фраза, ну, по сути, как бы Абдулов, он оказался тем самым рыцарем. Вот. Кстати, также фатально его игра в фильме «Некст». Я вот недавно пересмотрела этот фильм, сериал это русский. Ну, это про 90-е, 2000-е бандиты, да, там как бы он играл криминального авторитета Лавра. Вот. И там тоже определенная роль есть, вот, где его стреляли. И, в принципе, он уже играл больной. То есть практически видно было, что он какие-то вещи очень тяжело делал там. То есть практически это, по моим ощущениям и сведениям, я просто, может быть, что-то не знаю, это роль одна из последних его все-таки. То есть, ну, как бы он ее дотянул, он ее сыграл очень хорошо, но все-таки, опять же, она тоже имела определенную фатальность, потому что там его стреляли, и, ну, он хоть остался жив по фильму, но все равно, как бы, в итоге-то он умер. Кстати, другой артист, который там, я сейчас не скажу, по-моему, Олег, ну, не вспомню фамилию, он играл тоже другого авторитета, который его готов был застрелить, там, преследовал. Месть такая была у него. Вот там, кстати, его тоже убивали не раз, и в итоге он оказался убитым, да, за то, что он пытался мстить. Как бы там показана очень хорошо причинно-следственная связь, если человек что-то делает, и что он за это получает. Но, как бы, вот этот актер до сих пор, слава богу, жив, и у него как бы все нормально. То есть он эту роль на себя вот лично не перенял, хотя там он в достаточно критичном состоянии здоровья и жизни был. Тут все зависит от внутреннего состояния того или иного актера. Если взять того же Андрея Панина, он играл очень много фильмов, где он играл именно как человек умирает. Вы, простите, имеете в виду Андрея Панина, который умер? Потому что там есть два Андрея Панина, насколько я знаю. Нет, который умер, он играл в ряде русских фильмов, и он везде играл именно где он умирает практически, да? То есть он очень хорошо играл смерть. То есть вот он показывал, как это происходит. Ну, как говорится, известная поговорка, если постоянно заглядывать в бездну, бездна заглянет в человека, да? То есть тут сыграло то же самое, он слишком вошел, входил в эту роль. Это сказал Ницю, насколько я помню. Да, и в итоге он же так и погиб. То есть такая же была криминальная ситуация. Его убили в его же квартире. То есть, в принципе, когда я была на передаче «Дело Икс», «Россия телеканал», там обсуждали смерти известных людей тогда, да? Алло. Да, проблемы у нас со связью. Давайте мы уберем, наверное, видео с вами. Вы, во-первых, повторите. Во-вторых, мы знаем о том, что это было свыше нам уже предопределено. Астрологи это знают. Проблемы с тем, что Меркурий, а Меркурий отвечает за связь, за коммуникации, он ретроградный и будет оставаться в этом положении до 21 сентября. Поэтому, вот, дорогие друзья, можно ожидать вот такие вот перерывы. Мы, конечно же, приносим вам свои извинения за это, но тем не менее. Лена, давайте продолжим. Вы начали говорить про Андрея Панина, да, который играл роли, да, вот, и заглядывал, так сказать, по ту сторону жизни, да? Вот с этого момента, пожалуйста. Вернусь к Андрею Панину, недаром даже связь зависла. Вот ту передачу, в которой я участвовала, там тоже было очень напряженно. Что там говорилось, что, как бы, во-первых, человек сам предчувствовал свою смерть. Нет, у нас продолжаются перерывы в связи. Может быть, тогда оставим Панина в покое. Вот, да, да, тем более, что его уже с нами нету, да, ну, пусть, так сказать, земля будет пухом, как говорится. Давайте перейдем тогда на другую тему, и, может быть, не будем трогать тогда вот эти вот мрачные какие-то вещи. Давайте у меня к вам вот такой вопрос по поводу... Вы, к тому же, еще и гадалка. Я не люблю вот это слово, я лично не люблю это слово, потому что, вы смотрите, разница между гаданием и прогнозом, да? Это примерно как разница между, допустим, диагнозом, когда уже известен диагноз, и тем, что человеку, скажем, опиния, то есть мнение. Вот мнение вот такое. Если вы будете делать это, будет это. Если вы будете делать то, ну, этого, может, и не будет. А диагноз тут какая-то безысходность, какая-то предопределенность уже во всем этом звучит. А? Прогноз. Да, вот мне нравится прогноз. Поэтому, ну, сказать не гадалка, а прогнозист как-то не звучит. У меня, например, когда я гадаю, в принципе, у меня, во-первых, у меня все расклады корректирующие, то есть обязательно, да? Поэтому, в принципе, при снятом негативе, да, когда я делаю расклад, то, ну, наверное, 70-80% из того, что я гадаю, предсказываю людям, это сбывается. Но, опять же, да, длинность этого промежутка у всех разная. У кого-то может за полгода все сбыться прям подряд, а у кого-то сбывается это в течение пяти лет. То есть у каждого своя, как бы, причинно-следственная связь в жизни, в сознании, и по-разному раскладываются события. И, опять же, у разной ситуации, если у человека сильный запущенный негатив в жизни, там, то и выход из этой ситуации, он тоже по-разному происходит. Вот. Я вообще сторонник называться «гадалка». Когда я начинала, я называлась «гадалкой». Хотя, вот, я много раз слышала в свой адрес, там, ну, такое слово «гадалка» предупрежительно. Но, по сути, вот, коллега мой прав, с которым вы работаете тоже, потому что это определенное обрядовое действие, гадание на картах, которое делает, благодаря этому действию мы делаем предсказание, тот же прогноз. То есть он может быть фатальным, как диагноз, да, у человека, а может быть двойственным. То есть человек может выбрать другую дорогу. И в любом случае это хорошо, что слово именно «гадание», потому что оно предусматривает возможность выбора у человека в той или иной ситуации, а не обязательно там склонность к тому, что все, вот ему сказали, что будет так, и все, дальше этого он не сможет жить, понимаете, или раскрутиться, или идти дальше. То есть всегда есть возможность переначать ситуацию, скорректировать ее по-другому. Поэтому я считаю, я тоже одно время везде пишусь про психолог, а сейчас я даже стала добавлять слово «гадалка» везде, я даже на визитках хочу это сделать, потому что я считаю, что это именно действие, на котором мы делаем на картах, оно называется «гадание». Поэтому это более правильное, ну, среда у нас все так выстроила, да, относительно специалистов по парапсихологии, что как бы эзотерика считается немножко сейчас типа ха-ха смешно, но на самом деле именно из эзотерики, из гадательных практик, из оккультных практик, из алхимических практик рождены все сегодняшние науки, да, из целительских практик, сегодняшняя фармакология и медицина. То есть поэтому гадание – это то, что сейчас у нас есть. Эта практика дала миру прогнозистов, да, как ты говоришь, и аналитиков, то есть психологов, да, и так далее. То есть практически практика эзотерической гадания, она дала сегодня очень много разверток по работе с личностью, в том числе и психоаналитика, да, и психиатрия, поэтому я считаю, что гадание правильно. Хорошо, у нас опять какие-то там перебои со связью, может быть, не знаю почему, что-то сегодня какое-то, но опять же, Меркурий. В общем, будем все скидывать на Меркурия, который идет не туда, куда надо идти, а в другую сторону. Лен, давайте мы с вами тогда поговорим все-таки о картах. Скажите, ну вот есть много методики, собственно говоря, и колота много, мы на эту тему уже беседовали с другим известным мастером, торологом. Скажите ваше мнение, ну вот вы занимаетесь и те карты можете раскладывать, вы специалисты в торо, вы также специалисты в картах Ленормана. В чем разница и почему в отдельных случаях применяется, допустим, методика по картам Ленормана, а в другом случае просто вот торо и варианты эти? Ну вот, как бы, карта вторая, это такая древняя, кстати, система, вот тоже недавно мы говорили на эту тему с людьми, на самом деле, как бы, вообще-то она под покровительством бога Тота, да, как бы, книга Тота такая есть, древнеегипетская, которая у нас есть в интерпретации Шмакова и Гома, да. Да, и Алистера Кроули. Вот, и, соответственно, Алистера Кроули, да, вот, и, соответственно, я считаю, что, как бы, вот, как мы были под покровительством торологи, да, бога Тота, бога знаний, по сути, так мы и остаемся, как бы, и эти карты несут определенные знания, даже вот работают с людьми, они больше открывают возможного чего-то, ну, смотря кто как специалист работает, потому что я, например, прежде всего, снимаю всегда негатив, ищу первую причину того, почему у человека что-то пошло не так, поэтому у меня, допустим, эти карты больше позволяют увидеть, от каких людей что может идти, и какие моменты нужно изменить, допустим, да, и еще что-то добавить человеку, чтобы улучшить его ситуацию сегодня. Вот, алинорманы я использую как просмотровые карты, либо на какие-то краткосрочные анализы ситуаций, я не использую их, кстати, на глобальные расклады, потому что, если старую я работаю, я могу снять, прям ситуацию, даже если я в будущем раскладываю, расклад на будущее делаю, я вижу, что там выпадает не очень хорошее, я могу скорректировать это моментально. У ленорман это сложно скорректировать, это немножко эффект, как у простых карт, если ты раскладываешь именно расклады по Марии Ленорман, да, которые она делала, там вот, допустим, всем известные, да, большие вот эти расклады, то, соответственно, там ты уже не можешь заменить ту карту, которая выпала, и, соответственно, она те, что глаголит, то и будет происходить. И я в 2011 году с этим столкнулась, когда я расклады по Марии Ленорман делала, просто изучала их, и я поняла, что именно в таком ключе я на них работать не буду, потому что, ну, просто можно вытащить у человека минус, которому он пришел, да, и подсознательно все это выложится в будущее, и уже изменить ситуацию нельзя. Поэтому я их использую как анализ ситуации, краткосрочные, там, допустим, подснять негатив, там, допустим, ну, такие они более мобильные, вот, я бы сказала, Ленорман, они более мобильные, вот эта колода из 36 карт. Хотя у нее есть другая колода, 54 карты там, я с ними не работаю, потому что она достаточно сложна, и, как бы, много информации в голове надо при этом держать, поэтому я, как бы, вот работаю с картами второго, Алистера Кроули, кстати, и золотой второй, вот. Вот, и Ленорман, карты, тоже у меня всего две колоды, как бы, я особо не использую много колод разных, то есть тут каждый мастер использует свою колоду, которая вот легла на сердце. Ну, золотой Таро, это Таро Уэйта, да? Вы сейчас, до этого сказали о том, что вам близка концепция, скажем, наверное, если мы говорим Шмаков, он писал про Тота, Тот Атлант, Тот Трисмегист, трижды, дважды, точнее, вырожденный, то есть, который родился дважды. Но вы используете в то же время Таро Уэйта, так вы определенные ситуации трактуете по-разному или по ощущениям выбираете ту или иную колоду? Я просто работаю по ощущениям от человека, я, мне вообще, как бы, в принципе, все равно, просто разные колоды рисуются по-разному, и все равно ты отталкиваешься от смыслового рисунка и от ощущения от человека, прежде всего, от ситуации. Я все равно работаю, прежде всего, от того, что идет от человека, от среды, от того, что мне надо изменить, а карты, как бы, они как инструмент. И книга Тота, я ее читала именно в интерпретации Шмакова, но, опять же, не всю, скажу сразу, потому что достаточно сложная. Очень сложная книга, да. Я ее читаю именно кусочками, да, как бы, как вот, там, тексты очень сложные, но я в какой-то степени скажу, что именно в этой интерпретации я с ней познакомилась, и даже больше я, как бы, не экспериментировала с попытками читать ее в другой интерпретации. Вот, а карты я не соответствую с книгой Тота в какой-то степени, хотя все арканы соответствуют, да, старшие, но все равно я какую-то свою методику вношу в то, что я делаю с картами. То есть я не всегда соответствуюсь тому, что пишут, вот как правильно гадают все или неправильно. То есть я вот свою авторскую методику вношу в любые карты, которые я беру в руки. То есть я могу мимо колоды простых карт пройти, разложить и все равно увидеть то, что я хочу, или снять, или перебрать, или убрать. Вот все равно я вытащу, я даже буду значения другие подменять, или перекладывать, или говорить. То есть это все все равно будет исходить от ситуации, от ощущения, прежде всего, а не от значений каких-то карт, которые где-то так написаны, а где-то так. Понятно. Лен, вот скажи, пожалуйста, вот такую вещь. Ну, допустим, пришел какой-то бизнесмен, который хочет вступить в какой-то проект, и спрашивает, вот я хочу начать такой-то проект, или меня приглашают в какой-то проект, помогите мне определиться, стоит мне туда в этот проект идти или нет. И вот вы раскладываете карты и видите о том, что, ну, ситуация двойственная, сказать 100% нельзя. То есть всегда есть варианты в этом плане. Ну, вот, допустим, есть какой-то процент вероятности достаточно большой. Но есть, как мы знаем, да и вы сами относитесь к этому разряду, есть такое понятие магия. То есть можно какое-то событие сделать так, что с помощью магии можно усилить или спрогнозировать более точно вот это событие, которое приведет, естественно, к положительному результату. Скажи, ты пользуешься такими вещами или это не положено делать? Ну, вообще-то я пользуюсь, но вот тут есть один момент такой, то есть можно кучу себе разложить там хорошо, да, сделать, скорректировать и все такое прочее. Даже людям, вот я многим когда гадаю, сбывается очень многих то одно, то другое, даже если насчет бизнеса, пожалуйста, пример приведу, у меня есть клиент, вот он у меня брал талисман картину с комаром, и у человека очень хорошо, ну, периодически стал восстанавливаться бизнес там, хотя сложно в нашей стране сказать, стал восстанавливаться, вот, но все равно как-то пошли дела, где-то что-то стал он перекрывать, выкручиваться, да, то есть и в какой-то степени я, снимая негатив, выводила ситуацию в плюс, я ему корректировала, но тут существует принцип, что люди заигрываются. Это, кстати, не только этого человека, это связано со многими, во-первых, как бы бегать начинает по многим экспертам, гадалкам, да, и, ну, как тебе сказать, у кого-то одно, у кого-то другое подцепил, человек всегда хочет выкружить себе получше кусочек сыра, в итоге, допустим, человек сделал себе хорошо, все у него пошло замечательно, но, во-первых, он забыл тех людей, кто ему помог в этом, да, даже в церкви, как говорится, говорят, приносить десятину, когда у тебя есть результат, да, И обычно такие люди потом заигрываются, им хочется еще большего результата, они не успевают его уже обрабатывать, и вот у таких людей идет обнуление, то есть, поэтому здесь очень грамотно надо, когда, допустим, если у кого-то что-то происходит хорошее, да, всегда надо остановиться, осознать этот момент, что да, вот тебе это предсказал вот этот человек, я не знаю, ты сходил к тому там врачу, и тебе этот человек хорошо сделал, эффект благодарности должен быть, за все какие-то положительные, ну, даже, кстати, минусовые моменты, которые происходят в жизни человека, и обязательно подумать, то есть, нужно остановиться подумать, потому что сильный, ну, сильная корректировка, допустим, в только в хорошо, она потом может где-то и дать большой минус, потому что человек не заметит, где он перейдет какую-то грань в сознании, где он себя может почувствовать Богом, да, там, ему будет казаться, что все, вот он всего добился, там, он такой, ну, эффекты такие, вы знаете, у многих чиновников, артистов бывает, да, там человек считает, что он звезда, и тут же идет сбой, да, все это хорошо, моментально может рухнуть, то есть, любые положительные позиции в любом направлении, они зависят от внутренней настройки, насколько человек ровно воспринимает свои результаты, полученные тем или иным путем, с помощью магии или своих достижений. Понятно, а, значит, так, в этом случае, тогда, все-таки, ваша позиция в этом, вы можете помочь такому человеку, или вы считаете, что это будет неправильно, просто даже вообще заниматься этим делом, а вы, то есть, да. Я могу помочь, я могу помочь, но, опять же, понимаешь, я же тебе говорю, когда участвуешь в партнерских, это уже партнерские отношения, то есть, у меня есть случаи, где я участвую в таких бизнес-проектах, корректируя постоянно ситуацию, вытягивая в плюс, да, притягивая к этому проекту людей, там, или у человека, там, в его направлении, но, опять же, потом, смотря, как люди к этому относятся, кто-то благодарен, да, за результат, допустим, и у него потом так же все гладко идет с моей подачи, а кто-то просто вдруг понимает, что, боже, да это же мои результаты, и люди отваливаются, то есть, когда вытягиваешь бизнес кому-то, то потом люди, вот, ну, тебе не надо пример говорить, ты таких людей, знаешь, чисто бизнес-люди, да, вот, назовем их так, они думают, что это вот они сами всего ничего не сделал, вот с такими людьми очень сложно, поэтому тут должно быть обоюдное понимание, ну, клиента и парапсихолога, да, если человеку нужно, чтобы ему что-то вытягивали, корректировали, улучшали, но еще же есть такие моменты, допустим, недаром же говорят, что вот есть люди нечестные, да, коррупционеры, назовем их так, да, вот, и я знаю точно, что такие люди, вот, например, ко мне не пойдут, но я знаю точно, кому они ходят там у нас там в городе или в другом городе, потому что каждый специалист, как бы, в эзотерике, насколько вот он ментален, там, морален, нравственен, настолько он и притягивает все тот контингент клиентов, которые, допустим, с которыми он будет работать, вот тут еще вот это играет роль, кстати. Понятно, хорошо, хорошо. Скажем, если какие-то проверяете ли вы когда-либо, допустим, одну систему карт с другой системой сверяетесь, или вот как оно показало, так оно показало, вот первое ощущение такое, или есть какие-то сомнения, допустим, тогда я беру, допустим, ну, какую-то другую колоду и точно так же проверяю это. Есть ли какие-то, да, варианты того, что это совпадает, а если нет, а если наоборот показывает другую ситуацию, что тогда ты делаешь? Я как делаю? Я обычно вообще, как бы, когда ко мне люди приходят, я всегда смотрю сначала на Ленормана каждого, ну, человека, ну, сколько там пришло с фотографиями люди приходят, естественно, и уже исходя из этого, естественно, какие-то вещи я фиксирую себя, записываю, то есть у меня есть такая запись клиентов, потому что, ну, во-первых, все упомнить невозможно, что ты снял, что ты убрал, да, вот, а во-вторых, все-таки я смотрю свой анализ, что показали карты, да, как бы, и я просматриваю на Ленорман, вот, потом я делаю больший расклад уже на Таро, и, в принципе, я всегда исхожу из настоящего момента и кусков прошлого, что выпадает вот на моменте, когда человек ко мне пришел первый, там, или второй раз, вот, но когда уже люди часто ходят, там я уже ориентируюсь, как бы, смотря, зачем человек пришел, там я уже на Таро расклад делаю, потому что мне уже не надо на Ленорман смотреть, я, в принципе, человека знаю, ощущаю все, что в нем есть, то есть я отдельные моменты какие-то не высматриваю, я уже смотрю в совокупности, что нужно скорректировать, чтобы человека выправить дальше, чтобы пошло в плюс. А как надо человеком тогда в таком случае работать? Ну, вот, допустим, проект обещает быть, если он обещает быть хорошим, который будет приносить позитивные результаты, тут и делать-то не надо ничего. А вот, допустим, человек показывает, то есть карты показывают то, что, ну, проект может быть и наоборот, то есть он не будет позитивным или будет, но при каких-то условиях. Что в этом, допустим, вот ты можешь видеть, если можно что-то в этом видеть, в этом кто виноват? Обстоятельства или может быть виноват человек или может быть виноват партнер? В картах это видно или ты просто по ощущениям это сама знаешь? Ну, и по ощущениям, и по картам тут как бы все в совокупности, что бывает, что виноват партнер. Бывают такие случаи, где собрались там, я не знаю, четыре партнера, и один партнер заведомо был подставной или какой-то неадекватный. И так как все закручивалось вокруг этого человека, потому что в данном случае, например, он был гендиректором, то в итоге этот человек оказался костылем, который вдруг подломился. И у людей, по сути, ситуация обрушилась, потому что изначально так все сложилось, что повелись на подставного человека. Тут нужно все-таки проверять партнеров. В любом случае, если все-таки можно изменить ситуацию, если вы чувствуете, что партнер какой-то не такой, то либо оговариваются все юридически, чтобы люди не выскочили из-под этого, тем более у вас в Америке это проще, либо вы все-таки избавляетесь от этого партнера каким-то волшебным образом, решаете вопрос, расстаетесь и прочее. Либо вы с ним разговариваете. Если это, допустим, ситуация внешняя, там на бизнес делает кто-то, то это можно отводить. В случае делается воздействие на развитие бизнеса методом вытягивания. И вот таким образом. Опять же, работа, в принципе, идет с кем-то из человек, кто в бизнесе присутствует. Бывает, что несколько человек тут, соучредители тоже работают, идет с ними. Бывает, что только один знает о том, что он хочет. Понятно. Хорошо. Ну, к сожалению, да, у нас несколько перерывов было в нашей трансляции. Дорогие друзья, я хочу напомнить о том, что мы сегодня встречаемся с экстрасенсом, парапсихологом, медиум-магом Еленой Порецкой, и сегодня у нас пятница. Меркурия ретро-градный, поэтому перерывы в нашем общении были сегодня. Но давайте мы на позитивной ноте. День у нас очень серьезный, очень хороший, очень позитивный. На этом остановимся. Ну и пожелаем друг другу хорошего дня, хороших выходных. Сегодня пятница. Ну и мы уже на следующей неделе опять приступим к новой рабочей неделе, и новая информация у нас появится, и мы опять встретимся в новой программе с Еленой Порецкой. Елена, добрый тебе день, добрый тебе вечер, точнее, уже скоро у вас будет, да? У нас вечер. У вас вечер уже скоро, да. Все, до встречи. До встречи. До встречи, да. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин